Так как возникает много вопросов о месяце Рамадан, что нарушает пост, как правильно делать намерение, иншаллах об этих основных фарзах поста нам расскажет наша сестра Ильмурзаева Хадижа, работник женского отдела просвещения. Ау-зу билл-ляхи, мальчим, бисмилл-ляхи, рахмани, рахим, ас-салату ас-саламу алейкум, дорогие сёстры. Прежде всего я хотела бы, конечно же, поздравить вас с этим священным месяцем, в котором мы сейчас находимся, с месяцем, в котором милость Всевышнего Аллаха как никогда к нам велика, к своим рабам, к своим избранным творениям. Тот месяц, который в переводе, вот Рамазан, в своём переводе означает раскалённые камни, говорят. Когда, говорит, арабы хотели дать название своим месяцам, которые они название придумали, как раз, говорит, месяц Рамазан пришёлся на дни, когда была сильная жара. Ещё говорится, что так он называется, потому что, говорит, месяц Рамазан, вот сжигает грехи, поэтому в переводе означает раскалённые камни, как бы. В этот месяц, как мы все знаем, что милость Всевышнего Аллаха настолько велика к нам, что говорится, что даже рыбы в воде, что ангелы на небесах просят прощения грехов всех постящихся. И, конечно же, все вот, как бы, не перечислить все эти блага и все дары, которые Всевышний Аллах посылает в этот месяц своим рабам. Но, как в хадисе сказано послание к Аллаху, саллила алей вассалям, что если бы, говорит, вы знали все достоинства месяца Рамазан, то вы бы пожелали, что этот месяц, чтобы этот месяц длился вечно, чтобы каждый месяц в году был месяцем Рамазан, конечно же. Ещё вот такой момент есть очень важный. Каждый человек, наверное, в своей жизни, естественно, каждое намерение, каждый яйбадат, который делает, делает для чего? Намерение должно быть одно – это довольство Всевышнего Аллаха. И вот месяц Рамазан, он является неким индикатором того, доволен нами Всевышний Аллах или нет. И каждый человек это может узнать. Каким образом? Имам Аль-Газали в своей одной из книг, Рахимуллах, пишет, что если, говорит, Всевышний Аллах любит своего раба, то он наставляет этого раба на совершение благих деяний и поступков, говорит, в священные дни и месяцы. А если же, говорит, чтобы увеличить вознаграждение этому рабу. А если же, говорит, Всевышний Аллах не любит своего раба, то он наставляет его, побуждает его к тому, чтобы он совершал греховные дела, естественно, в такие же священные дни и месяцы. Какой месяц священнее, чем месяц Рамазан даже? Вот посмотрите. И надо вот каждому просто последить за собой и посмотреть, чем человек занимается. Такие дни, допустим, на неделе какие священные дни? С понедельника, четверг, правильно? Пятничный день и так далее. Вот месяц Рамазан тоже, каждый за собой посмотрите. Кто чем занимается? Занимаемся мы яйбадатом или занимаемся мы гибатом наоборот? Да, вот чем мы занимаемся, вот это вот и есть индикатор того, доволен нами Всевышний Аллах или нет. Вкратце хочу рассказать вам о том, что же является фарзами нашего поста. Пост, конечно, ни для кого не секрет, что он является одним из толпов нашей религии, ислама, и, естественно, возлагается на каждого совершеннолетнего, умственно полноценного, психически здорового человека, здорового, которым в состоянии держать этот пост. И фарзов у него, у этого поста два. Несложно даже. Первое, конечно же, это намерение. И второе, это воздержание от всего того, что нарушает пост. Намерение, вот что касается намерения, как же его правильно делать? Фарзом является сделать намерение сердцем. То есть подумать даже об этом. А словесно выражать это намерение является желательным, суннадом. Если же человек произносит слова намерения и не держит этого намерения в сердце, то его намерение считается недействительным. Правильно говорить, вот есть разногласия алимов насчет того, нужно ли в форме намерения утверждать, что, допустим, ты держишь фарз, пост или нет. Тоже есть разногласия, но говорится, что намерение будет действительным, если сказать просто, я намереваюсь соблюдать пост месяца Рамазан, завтрашний пост этого года ради Всевышнего Аллаха. Этого достаточно. Но если скажете фарз, это тоже не помешает. Намерение необходимо делать каждую ночь перед рассветом, перед каждой урозой, каждый день. Если намерение сделать забыли и прозвучал утренний азан, то, естественно, ваше намерение будет недействительным и ваша уроза этого дня, она не будет засчитываться. Но человек должен себя уберегать от всего того, что нарушает пост из-за уважения к месяцу Рамазан, из-за уважения к этому посту. И, естественно, все, что делает постящийся, он тоже должен соблюдать. И ему нельзя ни есть, ни пить и все остальное. Все условия нужно выполнять, но впоследствии такой пост нужно будет обязательно возместить тоже. Поэтому намерение не забывайте. По нашему, особенно, масхабу имаму Шафии, наш пост, наше намерение необходимо произносить обязательно в начале каждого дня, имеется в виду ночи, в начале каждой ночи. Теперь, что же касается вот тех условий, которые нарушают пост. Первое, это условия, которые нарушают пост, это проникновение в тело человека, в полости тела человека через естественные пути чего-либо. Какие у нас естественные пути? Это, естественно, рот, нос, наши уши и через половые органы, то, что проходит, все это нарушает пост. Много очень вопросов, таких тонких моментов. Если у вас сейчас тоже будут вопросы, я могу все сейчас не затронуть, можете задавать, да, вперед написать. Много вопросов возникает по поводу глотания слюны. Выплевывать слюну, многие думают, что слюну глотать нельзя, выплевывают, постоянно ходят целый день, отплевывают эту слюну. Это не так, конечно же. Слюна чистая, не смешанная ни с чем, которая не побывала за границами наших губ, то есть за границей ротовой полости, которая не выходила. Если эту слюну человек глотает, то это пост не нарушает. Что касается мокроты, мокрота, которая у нас в горле или носоглотке образуется, если эта мокрота не выходила в ротовую полость, а сразу из носовых путей она прошла в желудок и не было возможности ее выплюнуть, то эта мокрота она пост не нарушает. Но если она вышла в ротовую полость и вы ее проглотили, мокрота пост будет нарушать в таком случае. Бывают у некоторых проблемы с деснами, и если такая слюна, что смешанная с кровью, кровоточат, допустим, десна, слюна смешанная с кровью, тоже она нарушает пост. Но делается здесь афу, облегчение такое, если есть трудности в постоянном, да, если человек, допустим, не замечает вот эти вот, ну, малое количество крови, которая глотается слюной, если этого невозможно избежать, то там тоже делается, как бы, немножко облегчение, и это тоже пост не нарушает. Далее. Некоторые бывают, что говорится, что граница вот в ушном проходе, где начинается сужение ушной раковины, вот узкий проход, где начинается сужение, вот это и есть граница. Если дальше, глубже этого, допустим, в ухо что-нибудь засунуть, или, говорится, у кого-то тонкий мизинец, даже если почесать в ухо, допустим, да, тоже это будет нарушать пост. Если выковырять спичкой или вот этими ушными палочками уши чистят или чешут, допустим, это тоже пост нарушает. Вот дальше, вот где есть, у нас начинается сужение ушного прохода, это тоже пост будет нарушать, как бы, нужно быть осторожными. Что касается капель, капли ушные, капли в нос, они тоже пост нарушают, поэтому этого тоже нужно остерегаться. Далее, ну, про курение женщинам говорить не нужно, конечно, альхамдуллах, наверное, у нас среди нас таких-то нету, и курение, конечно, тоже нарушает пост. Дальше перечисляется клизма, медицинские вот эти процедуры, которые делаются, она тоже нарушает пост. Хотелось бы еще затронуть момент об уколах. Медицинские, допустим, кому-то, если по назначению врача назначили уколы, они вот обычные лечебные антибиотики, будь то или что-то, они пост не нарушают. Нарушают уколы единственные внутривенные, внутримышечные, какие бы ни было, если это идет в качестве питания для организма человека. Это что у нас делают обычно, врачи назначают глюкозу с аскорбинкой, допустим, или витамины группы В и так далее. Вот всякого рода витамины или глюкоза, сделанные для питания организма, для поддержания сил организма, такие уколы будут нарушать пост. Поэтому тоже остерегайтесь. Дальше, перед каждым вот расцветом, утренним азаном, желательно, чтобы вы заранее, конечно же, после того, как встали, поесть, чтобы перед урозой, да, прежде чем держать, нужно тщательно ополоснуть рот. Почему? Потому что если после азана утрешнего кусочки, которые остались во рту, незаметно попадут внутрь, они тоже будут нарушать пост. Поэтому тщательно очищать ротовую полость. Следующее условие, которое нарушает пост, это рвота. Рвота какая? Именно преднамеренная. Не преднамеренная, если непроизвольная рвота у человека произошла, это пост не нарушает. Такому человеку достаточно лишь прополоснуть рот, и дальше он постится. Это пост не будет нарушать. Если же человек либо посмотрел на что-то неприятное, либо нюхал что-то, да, находился что-то, что вызывало у него преднамеренно рвоту, то такая рвота, конечно же, или он, допустим, пальцами в рот надавил на язык, и таким образом произошла эта рвота, то у раза тоже будет его портиться. Следующее – это половая близость. Половая близость с супругами в дневное время, подчеркиваю, потому что многие алимы, когда говорят об этом, подчеркивают, в дневное время запрещается, а не весь месяц Рамазан. Потому что у некоторых почему-то складывается впечатление, что весь месяц Рамазан близость с мужем запрещена. Нет, только с утреннего Азана до вечернего Азана, вот этот момент, эта близость запрещается. Далее – это семяизвержение. Тоже, как бы, если она, опять-таки, произошла по причине того, что сам человек виноват в этом, как бы, тоже это нарушает пост. Говорится, что полюции – это то, что непроизвольного человека, когда мужчина отходит от сна, допустим, да, произошла полюция в ночное время, это пост не нарушает. Следующее – это сумасшествие. Человек, в общем, который потерял рассудок, естественно, его пост уже нарушается. Следующее – это потеря сознания на целый день. Если человек, начиная с утрешнего Азана и заканчивая, вот пока не наступит время вечернего Азана, человек будет в безназнательном состоянии, его пост, конечно же, не принимается, его пост недействителен. И если же человек потерял сознание на какое-то короткое время, допустим, а потом пришел в себя, то его пост не нарушается этим самым. Следующее – это, естественно, у женщин – это хайз, это менструальный цикл, это нефас, послеродовые выделения. Они тоже нарушают пост. То есть, если у женщины даже за одну минуту, даже до полминуты, если до Азана начался менструальный цикл у женщины, то, естественно, ее пост считается недействителен, и уже этот пост нарушается. У нее она должна впоследствии его возмещать потом. Следующее – это у нас роды и рождение ребенка. Здесь имеется в виду, что если женщина беременная постится, и у нее начались роды, то, естественно, уроза тоже нарушается. И последнее, то, что перечисляется у нас здесь, это вероотступничество. Ну, да убережет нас Всевышний от этого всех, конечно же, человек по неосторожности своей. В течение дня каждый человек либо подумать может, либо сердцем что-то, да, либо сказать может что-то такое, что выводит человека из религии неаккуратно, по неосторожности. Поэтому каждый должен, конечно же, следить за тем, что говорит, и, как бы, чтобы такого не произошло, пост, естественно, нарушается, пока человек шааду не произнесет и в религию не вернется, да, но этот пост в любом случае потом ему придется возместить тоже. Что касается вот пропущенных женщин и постов, хотела бы особо отметить, потому что женщины, которые по причине менструации, либо по причине послеродовых выделений, которые пропущены посты, женщина обязана их возместить до наступления следующего месяца Рамазан. Если же она по какой-либо причине их не возместила до следующего месяца Рамазан, то она плюс к возмещению, плюс к тому, что она должна возместить этот пост, она еще должна выплачивать за каждый пост по одному муду. Плюс к тому, что она возмещает каждый пост по одному муду за один год. То есть, таким образом получается, если женщина, допустим, пропустила посты в месяце Рамазан три года назад и сейчас возмещает их, то она должна возместить этот пост раз и выплатить за три года, которые она не возмещала их, по три муда за каждый пост тоже получается. Если один год, один муд, два года, два муда, и вот так вот из этого исходя высчитывается тоже. Что касается женщин беременных и тех, у которых есть грудные дети, если же она имеет право нарушать свой пост и пропускать эти посты, если она боится за свое здоровье, если она боится за здоровье своего ребенка. И тут два момента. Если женщина, боясь за свое здоровье, пропускает пост, то ей достаточно просто потом возместить этот пост. Если женщина нарушает пост и пропускает эти посты, боясь за здоровье своего ребенка, она может пропустить этот пост, но потом, когда она его возмещает, она плюс к этому должна выплачивать штраф тоже по одному муду, за каждый пост тоже должна выплачивать. Вот по таким правилам тоже. В достоверном хадисе посланник Аллаха, саля Аллаху Алейбасалям, передается, что однажды посланник Аллаха, саля Аллаху Алейбасалям, поднимаясь на Мимбар, вступив на первую лестницу, сказал Амин. Поднимаясь на вторую ступень, тоже сказал Амин. И поднимаясь на третью, также произнес Амин. И когда асхабы подошли к нему и сказали, «О посланник Аллаха! Мы сегодня, говорит, от Тебя услышали того, чего не слышали от Тебя ранее» Тогда посланник Аллах говорит, когда я поднялся на первую ступень мимбара, ко мне явился ангел Джабраиль и сказал, да лишиться милости и прощения тот человек, который, услышав твое имя, не произнес салават. То есть, услышав Мухаммад, не произнес салават как минимум. Я сказал аминь. Когда я, говорит, вступил на вторую ступень мимбара, тогда ангел Джабриль сказал, да лишиться милости и прощения тот человек, у которого есть престарелые родители, у которого были родители и дожили с ним до старости, и который не заслужил рая, то есть не заслужил довольства этих родителей, естественно. И я сказал аминь. И когда, говорит, я поднялся на третью ступень этого мимбара, ангел Джабриль, алейсалям, сказал, говорит, да лишиться милости и прощения тот человек, который не заслужил прощения грехов в месяце Рамазан. И я сказал аминь. Вот какой же человек может лишиться прощения Всевышнего Аллаха в месяц Рамазан, в тот месяц, когда наиболее, вот, да, высока вероятность быть прощенным? Конечно же, это тот человек, который отворачивается от Всевышнего Аллаха, отворачивается и отказывается от милости Всевышнего Аллаха. Вот, каким образом? Ну, естественно, не усердствуя посту, естественно, не соблюдая адаб к этому посту, естественно, не совершая намаз и так далее, не соблюдая предписаний. Вот такой человек, он отворачивается от милости Всевышнего Аллаха. Дай Аллах, конечно же, чтобы мы были не из этих людей. И напоследок вам скажу, не могу не затронуть момент адаба. Адаба – проявление уважения и почтения к месяцу Рамазан. Вот есть известный случай, наверное, вы тоже слышали, может, когда один язычник говорит, огнепоклонник по имени Маджуси, он жил в мусульманском квартале, и когда вышел на улицу, он увидел, что его сын есть на улице. В то время, как шел месяц Рамазан, и мусульмане постились. И он говорит, позвал его домой, и говорится, что очень строго его наказал. Есть ревояты, в которых передается, что он дал ему пощечину за то, что он проявил неуважение к мусульманам и ел в то время, как мусульмане постились. И спустя некоторое время говорится, что этот Маджуси умер, и один из ученых увидел его во сне, сидящем на троне в раю. И когда он спросил у него, ты же, говорит, был огнепоклонником, язычником, ушрекином, говорит, как ты оказался в раю? И он сказал, что когда, говорит, я был на смертном ложе, Всевышний Аллах внушил мне формулы единобожьей, говорит, и я ушел из этого мира мусульманином. Вот посмотрите, даже элементарное проявление адаба, уважения, вот так вот может возвеличить нашу степень. Вот так вот Всевышний Аллах может проявить к нам милость. Дай Аллаху Тааля нам, конечно же, провести этот месяц так, как велит нам Всевышний Аллах, и так, как учит нас этому пророк Мухаммад, алейсалату вассалям.